СЕРГЕЙ НИКОЛАИЧЕ ТРУШИНО Удовольствие и сейчас, и потом в течение Нового года. Но оказался я здесь не для этого. Я оказался для того, чтобы начать обещанное мной в предыдущем ролике сравнение двух камер. Одна камера представляет собой Canon 6R. Тот самый, достаточно бюджетный, с очень приличным кэновским объективом, который 50 мм, с фиксированным фокусом и с начальной диафрагмой 1,2. Это прекрасный объектив, чудесный портретник, к которому нет никаких претензий. Вот посмотрим, как эта парочка, которая вместе чуть-чуть больше 400 тысяч рублей, сможет конкурировать с другой, значительно менее бюджетной камерой, которая уже фигурировала в наших с вами обзорах. Имеется в виду Leica SL2 с индексом S и объективом APOS у Micron SL с начальной диафрагмой 2. Значит, попробуем, сравним. Значит, у Leica матрица 24 мегапикселя, у Canon всего 20. Но мы учтем это в наших расчетах. Посмотрим, стоит ли столь дорогая Leica тех успехов, которые можно получить на более незначительной матрице. Насколько это между собой сравнимо? Мы поснимаем одинаковые сюжеты и посмотрим на них с большим увеличением. Теперь мы давайте перейдем к картинкам. Фотографии всегда интересны. Посмотрим для начала дом с расположенным перед ним таким дровяным складом. Красивое местечко, но небо никудышнее. Молоко молоком. То есть плохо снимать в такую погоду, но тем не менее худшие качества камер раскрываются лучше всего. Так вот, посмотрите на этот дом. Да и самое интересное, увеличенный кусочек. Это наличники. Окно открытое. Там тепло, там топится. Как вы понимаете. И посмотрите разницу. Canon посветлей. И кажется как-то так менее монотонен, чем лейка. На самом деле это иллюзия. Просто как раз сложное освещение. Когда доски слегка облезло и дают вот эту смесь цветов, она как раз лучше всего и раскрывает камеру. Для этого перейдем к другому сюжету. К дому с оригинальной трубой. Как вы видите, труба в виде угольного утюга. Она достаточно интересна. Но и здесь особой разницы нет, кроме немножко разницы в увеличениях. Но обычно самые разные производители. И Canon, и Leitz. Они чуть-чуть, их стандартные объективы чуть-чуть ходят по фокусному расстоянию. Не совсем точно соответствуют обозначенной величине. Это обычная история. Но всегда же интересно посмотреть на что-нибудь живенькое такое. Но для этого я снял такой сарай для коз. И потом их увеличивал. Как видите, козы лучше передаются по цвету фирмой Leitz. Хотя и Canon дает вполне адекватную картинку. Особенно если вы все время подруливаете картинку в Lightroom или Photoshop. Это, кстати говоря, обычное дело. Однако перейдем к более сложным сюжетам. Но все фотографы любят высоко контрастные, качественные изображения верхушек деревьев. Особенно на голубом небе. Это хорошо. И вы сейчас такую картинку видите. Но я предпочитаю менее контрастные. Для того, чтобы все грехи объективов вылезали получше. Посмотрите на менее контрастный снимок. То есть в теневой этих же самых верхушек деревьев. И сравнение двух картинок. Canon и Leitz. Видите, розоватое солнце, которое было в тот вечер. Оно к Canon как-то передалось не очень точно. Еще более ярко видны эти различия. Если мы посмотрим на бережок озера. Вот крупно увеличенные фрагменты подсохших листьев и веточек показывают. Что Canon сделал картинку такую, как мы от него ожидаем. То есть такую, скажем так, голубовато-синеватую. А Leitz сделал то, что получается. То есть то, что мы видим глазами. То есть намного более тонкая цветопередача. То есть микроконтраст тут явно лучше. Ну что ж. Продолжим наши опыты. И среди этих опытов очень важный момент. Это рассматривание цветового баланса в нерезкостях кадра. Они создают общее впечатление. Поэтому я очень часто пользуюсь старинным приемом выяснения работы цветной пленки. В свое время, а теперь цветных матриц. Я навожусь на резкость по каким-нибудь передним объектам. Вот как в данном кадре веточки на пруду Ивы. А задний план достаточно интересный. Хотя и скрыт там падающим снегом. Это просто сосны. Сосновый такой бородчик маленький. И посмотреть, а что будет происходить с цветом. Ну, в зонах глубокой нерезкости. Вот посмотрите две картинки. Кэнном и Лейкой. Вы видите, Кэнон сделал то, что мы ожидаем от картинки. А Лейка то, что получается на самом деле. Поэтому цветовые разницы между этими двумя камерами очень большие. Выбирайте то, что вам больше нравится. Поскольку исправить эту ситуацию в специальных программах довольно несложно. Однако есть интересные наблюдения за мирами. Для начала сравним две миры в центре кадра, снятые при диафрагме 2. Здесь диафрагма больше, но я специально не использовал. Потому что это будет нечестное сравнение. А здесь диафрагма 2 и на Лейке начальная диафрагма 2. Что мы видим? Мы видим практически на трех сравнительных кадрах с диафрагмой 2, 5, 6 и 11 более-менее похожие картинки. В чем разница? Разница в том, что цветовой контраст очень резко падает при снижении плотности мира у Кэнона. И сохраняет свой яркостный диапазон у Лейки. Вот это очень существенно. Это как раз та самая работа объективов и матрицы, естественно, в сочетании, в тенях, о которых так много говорят. Лейка явно должна работать лучше. Ну, в общем, она и работает на самом деле. Но если мы посмотрим на уголки мир, то будет тоже интересно. Геометрические искажения почти идентичные, как вы видите, обоих камер. Это угловая мира, снятая при диафрагме 2. Разрешение, ну, чуть-чуть у Лейки больше, потому что у нее 24 мегапиксела. То есть, таким образом, мы видим с вами небольшое количество отличий между двумя этими камерами, которые в основном сводятся к цвету. Надо сказать, что у Кэнона есть еще одна особенность, очень важная и существенная. Потому что вот этот объектив 50 мм с диафрагмой 1.2 относится к дорогим этой фирмы. А у них есть много очень бюджетных, скажем так, аккуратно, объективов, скажем, ну, не очень высокого качества. Но, тем не менее, внутри этой камеры зашиты свойства программные, которые позволяют компенсировать их очень многие недостатки. А именно, есть ли поставить соответствующую программу внутри камеры, указать исправление объективов, хроматическая, сферическая аберрация, там, дисторсия, ну, в общем, все те тонкости, которые так любят оптики. Можно программно исправить в плохом объективе, поставленном на камеру Кэнона. Это большое преимущество, потому что вы можете купить относительно недорогую тушку камеры и потом снабдить ее достаточно паршивенькими объективами, которые будут исправлены уже программно. То есть, программа учитывает вот эти вот оптические огрехи. Такие конструкции ставятся уже больше 20 лет на дешевые микроскопы с фотоустановками, которые исправляют как раз те всякие дефекты, которые возникают у грубых ахроматов, которые ставят на микроскопическую технику. Ну, хозяйственные производители, поскольку не все могут себе купить планапахроматы, поэтому доступные микроскопы, доступные объективы, они исправляются уже программно. Ну, раз техника это позволяет, почему бы не воспользоваться особенно на начальном уровне любительства фотографического искусства. Ну, еще раз вернемся к нашим ландшафтным съемкам. Вот у нас сфотографирован лес от солнца. Солнце заходящее, еще раз повторю, розоватое. Вот увеличенные фрагменты. Как вы видите, точность достаточно хорошая одной и другой камеры, разрешение хорошее. Но лейка ловит розоватый оттенок, Canon не очень, скажем так, мягко. Ну, еще, понятно, хуже ситуация, когда мы посмотрим на то же самое, но против света, где уж розового света совсем много, но Canon делает эту картинку холодноватую. Ну, еще раз повторюсь, исправляйте в Lightroom, если у вас нет возможности приобрести высококачественную технику, но очень дорогую. Теперь перейдем к так называемому веточному тесту. Я люблю веточный тест, потому что, снимая веточки на светлом фоне, мы получаем одну картинку, особенно с перепадом яркости и контрастов. А если на темном, то другую. Ну, вот, посмотрите. В цветах все вроде бы очень похоже. Да, действительно. Ну, чуть-чуть похуже контраст. Веточки выглядят не такими, скажем, кругленькими. А имеется в виду у Canon. А у лейки покруглее. То есть, они так пообъемистей. А на темном фоне как раз раскрываются все проблемы этой камеры. То есть, дело в том, что Canon из-за как раз падения, контраста, цветовых мир, он плохо передает детали в тенях. Посмотрите на зелененькую краску на слуховом окошке в доме. Посмотрите на переотражение в зеркале. Вы все поймете. То есть, иначе говоря, здесь есть действительно конструкционные особенности, которые позволяют с помощью лейки раскрывать сложные цветные тени, которые плохо воспроизводятся Canon. Но это не значит, что эта камера там плохая, а лейка хорошая. Разница в два с половиной раза по цене. Кстати, по весу разницы нет. В одном случае лейка 1680 грамм, а это в снаряженном состоянии 1650. Так что массы нет. Есть разница по пластмассе, по тому, как делать. Но люксовые камеры, они есть люксовые камеры. Они рассчитаны на то, чтобы их было очень приятно держать в руках. Я, как старый сиборит, люблю приятные вещи, особенно на ощупь. Поэтому, если сравнивать эти камеры, то можно сказать, что, конечно, бюджетный Canon дает возможность начинающим любителям, да и профессионалам получать очень приличные, хорошие картинки. Но надо учитывать те особенности, которые я вам сегодня показал. Они еще есть кое-какие, но они легко исправляются в графических редакторах. Поскольку почти всеми пользуются очень активно, это не очень страшно. Так что выбирайте. Разница в два с половиной раза по цене. Но разница по качеству, скажем так, не настолько велика, чтобы отказаться, например, в случае недостатка средств от Canon. А так я вам могу пожелать массы фотографических удовольствий в использовании как лейки, так и Canon. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова